Безусловно, динамика роста преступности среди мигрантов на территории России является острой проблемой, как и нелегальная миграция в целом. То, что сегодня Федеральная миграционная служба об этом заговорила, на самом деле является поводом для серьезного разговора о качестве работы этой Федеральной миграционной службы, ибо она была ответственна за то, чтобы наши миграционные законы соблюдались, за то, чтобы нелегальная миграция была пресечена. Она не справилась с этой работой. Сегодня она вынуждена признать, что это так. Хочу заметить, что на самом деле тут целый ряд причин, первым из которых является, безусловно, распад Советского Союза, и ненадлежащие выводы, которые мы сделали из этого, ибо мы, с одной стороны, не поставили себе всерьез целью интеграцию с постсоветскими республиками, не предприняли до этого прошлые периоды, не только в 2000-е, в 90-е годы решающих усилий, не бросили все на эту цель. А не сделав этого, мы сегодня за эти 20 лет сформировали ситуацию, при которой мы на самом деле отсутствуем всерьез в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии. Наших капиталов там нет, сами эти страны в очень сложном положении, и они выбрасывают избыточные массы населения на наш рынок трудовой силы. При этом мы не хотим отказаться от норм Содружества независимых государств, то есть продолжаем оставаться в плену иллюзий, что завтра это каким-то образом волшебным устаканец. Если мы не вкладываем деньги в экономику Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, что же мы удивляемся, что люди в поисках спасения едут сюда? И что же мы удивляемся, что их пытаются использовать как наркодилеров? Что же мы удивляемся, что если мы сюда завозим рабов, фактически на рабских условиях, то они ведут себя по-рабски, и свой протест тоже выражают по-рабски, в форме изнасилований, распространения преступности и так далее. Как ни печально, мы должны на этом этапе навести более жесткий порядок. Прежде всего, ввести, как мне кажется, загранпаспорта, о чем говорил президент, по крайней мере для государств, откуда исходит угроза нашему внутреннему спокойствию в связи с наплывом Мингрантов. Навести порядок на границе, при этом не закрывая полностью дверь. И, безусловно, развивая такие программы, как программа переселения соотечественников, репатриации, то есть людей, которые являются людьми одной с нами крови и происхождения. Прежде всего, нужно, конечно, определиться в том, что программа добровольного переселения в Россию касается тех наций и народностей, которые живут на территории России и нигде, кроме как в России, не обрели своего национально-культурного самоопределения. Ну, скажем, не только русские, но и татары нигде за рубежом не имеют своих автономных образований, не имеют своего очага. Киргизы имеют в Киргизии, украинцы имеют на Украине и так далее. Поэтому нам сейчас необходимо оздоровить ситуацию, выстроить правильные приоритеты, пресечь нелегальную миграцию, добиться от предпринимателей большей законопослушности в отношении мигрантов, поскольку именно предприниматели со своей стороны российские развращают и миграционную службу, и мигрантскую среду в поисках дешевой рабочей силы. Вот это все сегодня требуется, как и требуется внутренняя, большая мобильность нашего населения, чтобы из наших трудоизбыточных регионов на известных условиях люди легко перебирались в те регионы, которые требуют рабочей силы. Спасибо. Спасибо.